Выйти из тени рекомендуют городские власти. Сегодня в их поле зрения подряд на организации, работающие по муниципальным контрактам. Комиссия по борьбе с неформальной занятостью проверила, какими силами проводятся ремонтные работы в дошкольных учреждениях Чебоксар. Считали по головам. В 48-м садике насчитали 5, в 185-м 8 рабочих. Эти дошкольные учреждения пока закрыты для детей. Здесь идут ремонтные работы. В этом садике приводят в порядок пищеблок. После завершения 120 детей вернутся в родные стены, пока они посещают другие дошкольные учреждения. В дошкольном образовательном учреждении номер 48 работало 5 человек. Из журнала инструктажа по технике безопасности в 48-м детском саду журнал не был представлен. Здесь уже другой подрядчик, да и масштабы посерьезнее. В 185-м саду укрепляют фундамент. Когда закончат, перейдут на внутренние работы. Поэтому дошкольное учреждение начнет принимать детей только в 2018 году. Подрядчик уверяет, что все договоры с рабочими прозрачные, зарплата официальная, соцпакет предоставляется. На объекте у нас сейчас работает 8 человек. Они все трудоустроены по трудовым договорам. Я работаю 2006 года. Зарплату вовремя выплачивается. Точно-точно. Работы устраивает. Рабочие хорошие, коллектив хороший. Официально работаю по трудовому договору. Такие проверки отдел образования проводит ежегодно. Потом информация о количестве рабочих в трудовых договорах поступает в отдел экономики, в налоговую службу и прокуратуру. Там уже решают, что делать с нарушителями. А нарушения у подрядчиков все-таки встречаются. Так, за летний период выявили несколько работодателей, которые предоставляли недостоверную информацию по количеству рабочих и по оплате труда сотрудников. Тем самым нарушали условия муниципального контракта. Сейчас принимаются соответствующие меры.